Сегодня у нас на обзоре долгожданный легендарный пистолет ТТ под холостой патрон 9 мм ПА. Значит, данные пистолеты маркируются как Ансер модель 1071. Идут они в таких вот пластиковых кейсах. И это новинка 2022 года. В Украину они попали в 2023 году. Ну, буквально пару дней назад. И вот снимаю на него обзор. Этот обзор будет относительно краткий. И, конечно, нет возможности сейчас отстрелять данный пистолет. Но максимально, что можно проверить. Сейчас это все сделаем. Разберу его. Посмотрите, что он из себя там внутри представляет. Вот. Кто меня знает, я давно уже занимаюсь продажей охлощенного оружия. Раньше продавали охлощенку с боевых образцов. То есть много разных ТТшек таких вот охлощенных в руках держал. То есть есть с чем сравнить. Ну и сейчас посмотрим все. Выскажу о нем свое мнение. Вот, значит, все ссылки на покупку получат цене данного пистолета будут в описании этого видео. Также там будут мои контакты. Если будут какие-то дополнительные вопросы, всегда на связи. Значит, данные пистолеты идут в комплекте с дополнительными магазинами. Вот такая вот брошюрка идет. Типа паспорта. Здесь вот его характеристики. Все на английском языке, но думаю поймете. Вот сам пистолет. Значит, в целом, как только взял его в руки, ну, было какое-то такое восхищение. Потому что очень классно сделали, очень хорошо повторили копию. Потому что если взять вообще реплики на разные модели, там есть всякие дистрибьюторские права. И точных копий делать не могут. Вот, потому что, мол, быть, какие-то претензии. Здесь же пистолет ТТ-то. Наверное, уже дистрибьюторских никаких прав на него нет. Но могу ошибаться. Но относительно все сделали очень классно. Здесь такие вот широкие насечки сделали. Это на образцах раннего производства было. На более поздних образцах они такие были тонкие уже более. Ну, все классно. По массогабаритным характеристикам все очень классно и круто сделано. Несмотря на то, что это довольно-таки бюджетный пистолет идет. Вот так вот. Магазин. Значит, как и оригинал, данный пистолет имеет ударно-пусковой механизм одинарного действия. То есть так надо только взвести. Или затвор перезарядить, или так взвести, после чего можно выстрел произвести. Вот. Пистолет сейчас встал на затворную задержку. Вот так. Ну, проверим сейчас. Давайте работу автоматики. Пару патрончиков заряжу в магазин. Три хватит. Взводим курок. Ну, и теперь проверяем работу автоматики. Так, все экстрадировалось нормально. Пистолет стал на затворную задержку. Теперь проведем его неполную разборку. Покажу, что там внутри и как. Так, для этого надо, как и в оригинальном, вот эту шпильку снять. Туговатно снимается. Вот, сняли ее. Теперь нужно вот эту вот крышку отвернуть. Для этого надо чем-то сюда вот надавить. И в сторону я просто вот так, против часовой стрелки. Вот она снимается. Вот так она выглядит. Так, теперь вытаскиваем пружину. Так, заведем курок. Значит, тут есть такая втулка еще. С ней надо чуть-чуть поиграться, чтобы она встала в другое положение, чтобы... Затвор свести. Вот, все. Вот, втулка. Так, и теперь надо вот эту штуку вытащить. Все, вот так она извлекается. Теперь можно снять затвор. Все, неполную разборку сделали. Ну, значит, вот так вот выглядит у нас затворная рама. Толще или тоньше она быть не может. Она именно вот эта вот часть, где патронник, она сюда как раз заподлицо все заходит. Никаких тут особо зазоров нету. Так что патронник уже толще, чем есть, быть не может. Вот, и затвор, как бы, толще там или там тоньше тоже быть не может. Все сделано примерно как вот в оригинале. Вот так вот оно все выглядит. Значит, ну, понятно, со сплава сделан весь пистолет металлического. Это все не магнитится, как и во всех стартовиках. Ну, только магнитится такие детали, как вот выбрасыватель, там, боек. Понятно, это все со стали. То есть все магнитится, держится. Ну, какие все турецкие стартовики. Теперь вот так вот выглядит сам, сама рамка с другими деталями. Ну, здесь примерно заглушка отсюда, досюда, точно не могу так сказать. Ну, ствол как недосверленный типа. Так, магнитом теперь пройдемся еще по стволу. Значит, видите, магнитится от самого начала по всей длине все магнитится. Вот, даже вот, смотрите, ну, у них, когда они запечатанные в кейс, идут вот такие еще заглушки оранжевые идут в ствол. То есть, посмотрите, даже через вот эту заглушку пластиковую магнит липнет к стволу. То есть, можете, ну, примерно предположить, да, какой здесь мощный стальной лайнер идет в патроннике в стволе, что даже через заглушку магнитится. Все, уберем. Ну, вот так вот. В принципе, все классно сделано. Ну, еще по мелочам. Понятно, что выбрасыватель там со стали. Здесь в курке идет стальная вставка тоже для усиления. Тоже вот магнитится. В принципе, все неплохо сделано. Вот, нельзя сказать, что там какие-то есть прослабления, что-то тоньше, там, шире или еще что-то. Все как раз вот как должно быть сделано. Ну, еще момент, попробую показать, как эти ручки-накладки снимаются, потому что очень интересно, как и в оригинале. Вот здесь такая задвижка есть ее, если в другую сторону отодвинуть, можно снять накладку. Вот. Типа как по типу оригинала. Так же самое снимается. Ну, не знаю, что еще показать. Как бы, в принципе, все его характеристики, все так визуально, что можно было показал. Отстрелять, конечно, возможности сейчас это все нету. Вот, если будут какие-то вопросы, пишите мне. Там, в соцсети, там, Viber мой канал будет в описании этого ролика. Вот, и если будут какие-то моменты, буду уточнять.